Дорогие друзья, это Кухня по заявкам. Я здесь выполняю ваши заявки. Напоминаю вам, вы находитесь на телеканале Еда, на сайте которого, tveda.ru, есть специальная желтая кнопка для того, чтобы отправить заявку именно мне. Так что пользуйтесь. А сегодняшняя заявка посвящена использованию майорана. Я всегда люблю заявки, когда зрители просят показать что-то с использованием специй. Майоран. Очень забавная, интересная специя. Вот сегодня два блюда с майораном. Это будет борщ с майораном и яблоками, и баранина, кое с чем еще, и с майораном. Вот так. Я даже не знаю, с чего начать. Но давайте буду пробовать делать так, чтобы вас сегодня в меньшей степени запутать. Поэтому пока смотрите, что у меня есть. У меня есть куриный бульон. Это для борща. И сейчас я его... Пусть он греется. Пока. Мог быть любой бульон. Я могу борщ такой сварить и на воде. С яблоком и с майораном. Так что не надо так уж там переживать по поводу бульона. Вот у меня баранья лопатка. Это лопатка вот с косточкой такой, да, широкой лопаточной косточки. Я сниму мякоть. Ну, потому что мне нужна мякоть. Вот как раз это блюдо, в общем-то, тушеное. А для тушения баранья лопатка в самый раз. Это, кстати, молоденькое животное было, я вижу. Светлая баранинка хорошая. Вот так. Все, я-то потом с косточками разберусь. Ставлю сковородку. Я буду обжаривать баранину. И еще, смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас буду варить чернослив. Чернослив без косточек. Я сейчас его сполосну. О, нет. Я вам сегодня покажу три блюда с майораном. Борщ с яблоком и с майораном. Баранина. Кое с чем еще и с майораном. И покажу, как сделать простейший чай с майораном, кстати говоря. Да, это же я так думал над этим. Поэтому, конечно. Я сегодня сделаю шикарный чай с майораном. А, кстати, для того, чтобы он лучше настоялся. И одновременно для того, чтобы взять его с собой. Я должен как-то пользоваться служебным положением. С собой, когда я поеду домой. Я его заварю в термосе. Который называется термос. Термос под названием термос. Шикарная будет штука. Я вам рекомендую проверить это. Растительное масло. Теперь я нарежу баранинку. Как на гуляш. Хорошо режется мясо. Вы, наверное, уже знаете, что, когда я хочу обжарить мясо, то я его жарю на луке. Поэтому я сейчас еще почищу лук. И начну его жарить раньше. Вперед мясо. Я сейчас, друзья, еще включу духовку. На хорошую температуру. Градусов на 200. Я ее пока заведу. Я сейчас пытаюсь ничего не забывать, чтобы работать эффективно. Чеснок и лук мне нужен. Лука мне надо вот так вот. Две головки, я считаю. У меня еще борщ. Там тоже лук очень важен. Так, поехали. Чеснок я могу подольше подержать в воде. Он потом лучше будет чиститься. Я пока сейчас его оставлю. Не буду его чистить. Пусть пока лежит в воде. Я сейчас его только немножко сломаю, зубчики, да, чтобы они лучше намокли. Это для борща в основном чеснок. Ну, не для чая ведь, правильно? Я, кстати, сейчас еще чайник включу, чтобы он закипел. Значит, бульон куриный греется. Чернослив, залитый водой, греется. Сковородка нагревается. Это я больше о себе, чем вам, друзья, чтобы самому не забыть, потому что мне приходится в голове держать сейчас много чего. Лук для баранины. В сковородку. Люблю много лука. Пока вот так все у меня происходит. Вот посмотрите, у меня уже бульон закипает. Я буду держать его в слабо таком кипящем состоянии, друзья. Ну, пусть он будет у меня готов, так сказать, в любой момент к использованию. Ну, что, чайник у меня закипает? Да. И я сейчас создам заварочную смесь для чая. Я его заварю сейчас, пусть он постоит у меня в термосе. И потом будет шикарный напиток у меня уже в дороге. Бренд термос стал именем нарицательным благодаря невероятной популярности посуды с вакуумной изоляцией, сохраняющей еду и напитки горячими или холодными длительное время. И в этом году компания термос отмечает юбилей. 120 лет с момента изготовления первого в мире термоса для бытового применения. Термосы бренда термос не только долго сохраняют блюда и напитки горячими или холодными, но и сохраняют их вкус и аромат. Как раз чайник закипел. Я, знаете, что люблю делать? Я люблю взять и сначала ополоснуть любой сосуд кипяточком. Вот так. Чистым ножом отрежу прямо вот так вот на весу кусочек лимона. Выдавлю из него сок вот так вот смачно и брошу в термос. В термокружку я имею в виду. Ну, я воспользуюсь пакетиком, собственно, пакетик с чаем никто не запретит мне этого делать. Вот так. И вот у меня, ребятки, сухой майоран. Здесь все абсолютно просто. Сухой майоран. Чай с майораном. Главный герой сегодняшнего нашего мероприятия. Вот так. Вы представляете, что сейчас здесь происходит, да? В термокружке. Сейчас вода вынет все вкусы из майорана, из чайного пакетика, из лимона. Я пока термокружку убираю, но продукция бренда термос мне сегодня еще пригодится. Вот так. Значит, лук. Вот у меня лук уже немножко прихватился. Сейчас я его взбодрю. Да, уже есть. Уже есть. И теперь я уже могу выкладывать баранинку. Вот так, на нажарящийся лук. Вот я пока ее трогать не буду. Пусть она схватится хотя бы с одной стороны. Ну что ж, я могу параллельно уже задумываться про борщ. И теперь важно мне, ну, святое, это свекла. Правильно? И почищу. Так. Только баранинку уже можно перевернуть. Так. И почищу свеклу. Я буду заморачиваться, нарезать ее руками. Люблю ручками. Есть, конечно, такие вещи на кухне. Такие операции, которые ручками не сделать. Вот у меня сегодня тоже такое будет на кухне. И мне в этом поможет погружной блендер от Кертинг, между прочим. Вот он, красавчик, стоит у меня вот здесь. На красивой такой подставке. И скоро он тоже вступит в дело. Вот баранинка. Шикарная. Ну что ж, я ставлю сейчас еще один сотейник на плиту. Как эффективно сегодня используется плита у меня. И смотрите-ка. И теперь пластинки. И соломка. А теперь уже пошел нарезать соломкой. Вот так баранинку взбадриваю. Она почти готова. Она уже почти... Посмотрите, на луке, когда жарится мясо, из мяса ничего не течет. Немножко растительного масла в сотейник. И вот так вот свеколка пошла. Прерываюсь, чтобы закончить с бараниной. Я делаю сейчас вот так. Теперь смотрите, у меня есть какой красивый казанок. Казаночек у меня есть. Смотрите, ребята. Вот так. В него баранинка пошла. Для того, чтобы я уже начинал ее немножко здесь подтушивать. И знаете, с чем я ее буду таки подтушивать? С замоченным заранее нутом. Видите, как красиво? Теперь вода из чайника, чтобы процесс тушения пошел. Вот так. Я на ночь замочил нут. Турецкий горох нут. Вот видите. И теперь я его замоченный вот так вот помещаю к баранинке. Это уже очень интересное сочетание. Баранинку вот так прикрою собственной крышечкой. Ну вот. Свекла прогрета хорошо. Теперь у нее томат. Томатная паста. И я обжариваю вместе свеклу с томатной пастой. А смотрите-ка, немножко томатной пасты я еще добавлю. Сейчас вот сюда, прямо к баранине с нутом. Вот как раз чуть-чуть пасты. А вот сюда в будущий борщ, в заготовку для борща. Вот это у меня будет такая тушеная свекла. И я могу налить немножко бульона. И пусть она себе тушится. Эта свекла у меня будет тушиться сейчас. Ну, до нужной степени готовности. Кто-то любит, чтобы свекла была абсолютно мягонькая. А кто-то любит, чтобы она подхрустывала. Сегодня как пойдет. Теперь сладкий перчик. Для обоих блюд я сейчас кубиками нарежу для баранинки. Сладкий перчик. Положу к баранине, которая у меня тушится. Вот так. Я теперь беру часть чернослива и перекладываю из этого ковшика, где он сейчас тушится, к баранине. Вот, смотрите, я его достаю из жидкости и перекладываю сюда для совместного тушения. Я сейчас немножко посолю баранинку. А я сейчас попробую, как у меня чернослив. Мне нужно еще буквально пару минут, чтобы чернослив, который до сих пор варится отдельно, стал чуточку мягче. Поэтому я пока подожду. Мне хочется уже с ним закончить. И тогда мы продолжим работу на кухню. Так что мы с вами увидимся через пару минут. Это кухня по заявкам, друзья. Я сегодня готовлю два блюда плюс чаек. Все блюда объединены темой майорана. Борщ с майораном и с яблоком. Баранина с нутом, с черносливом и с майораном. И чай он у меня здесь уже настаивается в термосе-термосе. Термокружка. Значит, у меня готов чернослив. Я, собственно, этого и ждал. И теперь я его измельчу в стаканном блендере. Сейчас мне поможет блендер от компании Кертинг. Компактный прибор с большим набором возможностей. Это и погружной блендер, и измельчитель, и миксер, в комплекте у которого есть насадка для пюре. Прибор имеет шесть скоростей и режим турбо. Они необходимы для разных процессов. Плавно перемешивать, либо быстро взбивать. У блендера самозатачивающиеся ножи с дополнительными отверстиями, которые помогают эффективнее измельчать ингредиенты, а также насыщают их кислородом. Помимо того, что этот прибор мощный и красивый, у него есть еще один важный плюс. Это у нас подставка, на которой ее можно разместить, чтобы каждый раз не убирать в ящик. Вот мой красавчик. И смотрите, что будет. Беру стакан. Вот что, это будет чернослива сейчас будет, да, измельчение. Я сейчас вот так вот вместе с этим отваром вкусняшным переложу в стакан чернослив и его таки начинаю измельчать. Есть. Вы знаете, бывает в черносливе попадаются осколки от косточек. Когда я измельчаю, я предпочитаю чернослив протирать на всякий случай. Поэтому я сейчас беру сито, вот так выложу из стакана блендера пюре и протру. Это делается в целях безопасности. Вот так. Теперь вот так. И теперь я соберу. И как вы думаете, куда это пойдет? Да, конечно, это пойдет в баранину, которая у меня. Посмотрите, как она булькает. И сейчас это перо у меня здесь все соединит. Немножко все загустеет. Вот такая наваристость создается здесь. Сейчас в моем казанке. Вот сейчас сюда чутка зиры. Посмотрите, как булькает приятно. И достаточно много майорана. Вот это уже наш сегодняшний главный герой. Майоран. Вот так. Я закрываю все это и отправляю в духовку. Вот там это блюдо будет томиться. И там создаться хорошая аура будет создаваться вот для этого блюда. Так что потихонечку в духовку. Все, теперь у меня перед бараном совесть чиста. Я теперь занимаюсь исключительно борщом. Потому что это тоже святое, между прочим. Сладкий перчик. Рубану для борща. Перчик есть. Помните лук? Массировка для борща. И морковка. Тоже соломка. Я люблю, в общем, руками нарезать морковку. И сейчас эти три овоща одновременно пойдут в сковородку. Для пассирования. Сковородку на плиту. Растительное масло. И овощи. Пассирование. Ну вот, у меня сегодня еще есть одно. Один принципиальный компонент. Это яблоко. Зеленое яблоко для борща. У меня, кстати, сегодня борщ без картошки. Но здесь она может быть. Я просто не люблю. Поэтому, если бы я хотел с картошкой, я бы сейчас ее добавил. Даже чуточку раньше, чем капусту. А пока яблоко. Я, видите, обхожу, так сказать, его сердцевинку. И такую сейчас красивую соломочку из яблока сделаю. И теперь я его пока положу в холодную воду. Ну, чтобы она не потемнела. Но оно, если потемнеет, то в борще это будет непонятно. Она же в борще будет. Хотя чуть-чуть я дам при подаче наверх. До контраста. Пока вот так дам в холодную воду. Чеснок. Раздавливаю его, чтобы очистить и сразу же нарубить. Кожица просто сама отходит. Овощи готовы. Они спассированы. Они уходят в бульон. Вот так. Беру укроп. Сейчас я начинаю рубить укроп. Ножки грубые, совсем грубые уберу. Подрабатываю к нему чеснок. Начинаю рубить чеснок рядышком. А потом буду рубить все вместе. Шикарный сейчас идет аромат от чеснока, нарубленного с укропом. Но это же запах там, не знаю, малосольных огурцов, да? Запах лета. Это будет, да, такая мощь ароматов для борща. И сюда подмешиваю сухой майоран. Вот, смотрите, сухой майоран. И вместе еще здесь все это поженю сейчас. Чтобы майоран стал мокрым. Он лучше так поработает. И вот эту мощь ароматов я пока в мисочку. В маленькую стеклянную мисочку. Это пойдет в самом конце, чтобы эти ароматы, так сказать, никто не убил. Это будет финальная часть изготовления борща. Ну, а пока, что у меня тут еще? Видите, капуста. Капустку нарублю. Есть. Я думаю, что у меня этого хватит. Значит, это пошло в борщ. Вот так. Сейчас до кипения. И капуста готовится быстро. Она относительно такая молоденькая. Сейчас я попробую на соль. Пока туда-сюда. Соли нет. Совсем. Добавляю соль. Теперь жду. Мне надо, чтобы булькнуло хорошо. И тогда я буду готов переложить, да, вот уже тушеную свеклу. Ах, она очень хорошо пахнет. Тушеная свекла. Пошло подкисление лимонным соком, чтобы не потеряло цвет свекла. Борщ тоже как раз должен же иметь кислую нотку, даже сладкую нотку. Я сейчас капельку сахара еще добавлю сюда. Вот идет подкисление. Это можно сделать каким-нибудь гуманным уксусом, щепотка сахара, а не только лимонным соком, тоже как хотите. Сейчас я попробую, как здесь соль, кислота, сахар. Все уже должно здесь раствориться. Теперь яблоко в конце. Яблочко. Возможно, оно еще в борще будет подхрустывать. Ну, видите, кипение есть за счет еще остаточного тепла как раз. И вот теперь, когда кипение у меня затухает, потому что конфорка выключена, да, я даю вот это. Это смерть как классно пахнет. Даю вот это. Вмешал. И под крышку. Настаивание идет. Ну, 15 минут надо сильно терпеть, ребята. Так что сильно терпим 15 минут, и я буду закругляться. Да вот, смотрите, да, еще чуть-чуть пробулькивает. Но уже аромат шикарный. Ну, что, настоялось. Ну что, будем подавать. Я сейчас возьму вот такую глубокую тарелку. И я возьму термос от бренда «Термос» с широким горлышком. Идеальный вариант для супа или второго блюда. В комплекте есть удобная складная ложка. Вот она. И сейчас моя любимая таки получит у меня порцию вкусняхи. Поехали. Смотрите, как я подам. Я сначала подам в тарелку. Вот так вот шмяк. Вот так вот. Вот так. А сверху, чтобы подчеркнуть, да, помните, я как раз яблочко. Немножко оставил. Я вот так прямо горочку сырого яблочка сюда. И контрастно смотрится. И яблочко подхрустывает, когда человек это вмешает. Будет хорошо. Я любимой тоже так сделаю. Сейчас я вот так вот густую часть сначала лучше, чтобы было компактнее и удобнее. Густую часть, чтобы ей равномерно дать все-таки, чтобы это был суп. Вот эта густая часть. Сейчас я ей даю сюда жижки. Я вытру сейчас немножко с боков то, что у меня есть. Вот так. Я вытру все. Чуть-чуть ей тоже, ну что, она тоже хочет хрустануть, да, вот так чуть-чуть яблочко. Ну, она все немножко подпарится, конечно, да, но зато я по-честному сделал для нее так же, как для себя. И все, и супчик пошел в термос. Он изолирован. И я до своей любимой донесу этот суп. Этот борщ, это не суп. Я его донесу с пылу с жару. Ну, и теперь давайте баранинку. Я пока беру баранинку. Давайте посмотрим. Посмотрите на это, как она саккумулировала тепло. Как здесь красиво еще подбулькивает густое, по сути, рагу такое, да, с нутом, с черносливом, баранином, майоран. Я сейчас так тоже вот так вот по-простецки шмякну сейчас в тарелку. Вот этого, посмотрите на это. Густого рагу. Вот, собственно, что еще, сейчас возьму ложечку, еще немножко столовой, что еще человеку надо для счастья? Вот видите, этот однородный черносливовый соус, насыщенный, я сделал с помощью погружного блендера Кертинг, потому что руками я так чернослив измельчить не могу. Ну что ж, друзья, вот вам итоги моего сегодняшнего труда на кухне. Подача борща в тарелке, подача борща для любимой в термосе, чай с майораном в термокружке для себя любимого и рагу, избранный с черносливом, с майораном, с нутом и кое-чем еще, как горячее блюдо. Я думаю, что заявку я выполнил. Не забудьте, друзья, про желтую кнопку. Не забывайте, что вы находитесь на телеканале Еда. До встречи на канале и до встречи на этой кухне. Субтитры создавал DimaTorzok